Одесская власть ставит деньги превыше всего. Чтобы их получить, чиновники незаконно раздают землю, позволяют рубить деревья, уничтожать детские площадки, доводят до разрушения памятники архитектуры, сносят остановочные комплексы. Эта остановка маршрутки в поселке Нефтяников недалеко от улицы Крушевского. Раньше она была как везде, скамейка с навесом. Местные бизнесмены зачистили территорию и поставили два павильона. Поскольку в ближайшей округе урны нет, сразу же скопился мусор. Дворника тут, похоже, тоже нет. А местное коммунальное начальство сюда не заходит. Здесь была остановка, крытая, удобная, хорошая. И когда пришли поставить эти новые монстры, не знаю кто. Кто хозяин, неизвестно. Есть ли документы у тех, кто занимается этими установками, неизвестно. Я бы хотел, чтобы тот, кто сегодня поставил вот эти вот монстры, в срочном порядке восстановить эту остановку. Восстановить. Дело не в том, что новая строя, она была. Восстановить ее в этом углу, чтобы жители были довольны. Мы говорили, хотели подписи собрать, чтобы даже деньги хотели собрать, чтобы здесь поставили просто. А маленькая бабушка стоит. Реально, да, маленькая бабушка. Ну, она с палочкой идет, она не может. Она уже просто реально не может сидеть и, ну, стоять ждать маршрутку. Она хочет просто присесть и подождать эту даже маршрутку. Конечно, нужна благоустроенная, с тенечком, чтобы люди могли свободно сесть, чтобы дети безопасности были в первую очередь. Здесь же проезжая часть. Нужна остановка, конечно. Район спальный. В округе стоят высотки. И, следовательно, людей много. А нарисовать зебру на пешеходном переходе к остановке коммунальное предприятие городские дороги никак не соберется. У меня ребенок маленький. И не только у меня. Вот в этого дома. Того, того, того. Они все боятся здесь переходить дорогу, потому что нет пешеходного перехода. А вот там, где стоит один несчастный пешеход, его даже водители не видят. Разметки нету, да, зебры нету. И знак плохо виден из завета, конечно. Но была бы зебра нарисована, конечно, было бы лучше. За углом небольшой базарчик. Пока еще небольшой. Но расширение уже началось. Как рассказали местные жители, торговцы снесли детскую площадку. И на ее месте поставили третий павильон. В общем, все для людей. Без согласия районной власти такое происходить не может. А сверху наблюдает власть городская. Деньги для чиновников – высшая ценность. Александр Виноградов, Андрей Терешников, телекомпания КРУ.